В ближайшее воскресенье президентские выборы откроют новую главу в истории Грузии. С уходом Михаила Саакашвили, не имеющего права баллотироваться на третий срок, страна превратится из президентской в парламентскую республику. Фаворитом на этих выборах считается Георгий Моргвилашвили, кандидат отправящей партии «Грузинская мечта», соратник нынешнего премьер-министра Бедзина Иванишвили. Бывший министр образования, а затем вице-премьер правительства, он выступает за европейский путь развития Грузии. Оппозиция и парламентское большинство полностью договорились об основных путях нашего развития, и в частности о том, что интеграция в Европу и в евроатлантические структуры будут главной целью нашей внешней политики. В то же время мы весьма эффективно снизили напряженность в отношениях с Россией. Среди других 22 кандидатов серьезным конкурентом ему считается Нино Бурджанадзе. Экс-спикер парламента, лидер демократического движения «Единая Грузия», она ушла в оппозицию Саакашвили после выборов 2008 года. Я, с сожалению, констатирую, что грузинское правительство не приняло необходимых мер для диалога с Россией. Пока российские войска находятся на нашей территории, нет никакой возможности, чтобы Грузия стала членом НАТО. Это не означает, что мы должны прекратить сотрудничество с НАТО, но говорить о вступлении было бы ложью. Давид Бакрадзе также в течение четырех лет возглавлял парламент Грузии. Кандидат от Единого национального движения Михаила Саакашвили, он имеет опыт работы министра по урегулированию конфликтов и министра иностранных дел. Если мы хотим быть нормальной страной, мы должны быть членом европейских институтов и организаций евроатлантической безопасности. Другого выбора для Грузии нет. Территориальная целостность и свобода выбора – два базовых принципа, которые я никогда не принесу в жертву на алтарь отношений с Россией. Обо всем другом мы можем договариваться. Основным источником разногласий Грузии и России остаются самопровозглашенные республики Южная Осетия и Абхазия, с независимостью которых не может согласиться Тбилиси, в то время как Москва признала их самостоятельными государствами. Субтитры создавал DimaTorzok